Алексей Николаевич Толстой. Терентий Генералов. Наш городок завалился за крутой горой у синей реки. Гора высокая, и наверху поросла лесом. А все дома и домишки обращены окнами на реку, что бежит бог знает откуда. Загибает пологой дугой у горы и уходит на юго-запад в леса. За лесом солнце каждый день садится на покой, и тогда окна в городе загорятся, как пожар. И путнику, бредущему издалече, по кочкам и тропам, за речные луговины радостно смотреть на яблоки церквей и кресты. И под ногами его в лужах и перетоках играют красные отблески. Теперь от города в луга бежит песчаный насыпь с двумя полосами рельс. Пропадая в лесах, откуда два раза в день, влетает белый дым и свистит машина. Теперь летом и зимой можно подъехать к нашему городку, где на главной улице в праздничный день гуляют и начальник станции, и телеграфист, и заезжие жулики. Теперь горожанин запирает на ночь окна двери. Павел Иванович, например, живет за восьмью железными крюками, а Кузьму Кузьмича недавно нашли связанным во рту кляп горница студеная. Спасибо, кот спас, лег на живот и предохранил от простуды. Теперь и мехов меньше, и мяса дороже, а гарнизонные инвалиды только слава, что со штыками ходят. Раньше стояли у нас калмыки в ужасных шапках с луками-стрелами, как черти, и в церкви служат не так же уютно. Все старое вывела железная дорога за пятнадцать лет. Не изменился только звон литых колоколов, да, пожалуй, сапожник Терентий, человек необыкновенный. В дни одному Терентию, понятное, одолевал его злой запой. Когда же все это кончалось, летом или зимой уходил Терентий на речку, неся удочки, а впереди бежала белая его собачка, держа во рту ведерко с червями. За виде Терентия увязывались и мальчишки за ним на реку, глядеть, как сапожник будет есть рыбу. Пискарь, тонкая рыба, — говаривал Терентий, вытянув пискаря, — надо его умеече кушать. И, хлебнув из пузырька водочки, ел пискаря живьем. Мальчишки, толкая друг друга, показывали пальцами Терентию в рот. Собачка глядела на поплавок на ставе уши, а Терентий, подмигнув, продолжал. Ох, боюсь я, как бы из-под коряги опять водяной не вылез. Не любит, когда на берегу кричат. Мальчишки, зная Терентиеву славу, разбегались в страхе. Терентий же, очень довольный, досиживал до темноты, когда в речной воде за опрокинутым лесом разливался и погасал багровый закат. Тогда в сумерках опускал Терентий волосатую голову на ладонь и принимался петь жалобные песни. Не то звал кого-то, не то жалел. Слыша отчаянно эти песни, городские кумушки стоя у открытых калиток говорили друг другу. Терентий опять воет, что за человек, женить, что ли, его ведь как мается. Кто за такого пойдет, разве не знаете, милые, что с Терентием было? Слыхала я что-то краем, если бы не ночь, рассказала бы, милые. Неужто деньги делал? Нет, не деньги, слышите, как воет? Вот оно что. Неизвестно, выделывал Терентий деньги или нет, но часы, например, чинил отлично. Вытравлял колопов и мышей, и не только-то дрянь черви в лошадях слушались Терентия. Заговорит он их на три зари. Черви клубком свернутся под лошадиной шкурой и вывалятся на навоз. Но кумушки у отваренных калиток не знали половины необыкновенной истории, которая произошла с Терентием, когда еще железная дорога не пересекала от леса тонкую равнину, когда к нашему городу можно было пройти только через опасные тропы или по снегу на лыжах, когда на реке и в узких переулках да в Ригах творились дела, но их на ночь и не вспоминать лучше. Терентий пришел в наш город босым парнишкой, с мешком за спиной и назвался генеральским сыном. Папенька, мол, пролил кровь через турок, а я принужден добывать пропитание в невежестве. В то давнее время у нас враждовали бились Кулычевы с Капустинами. Старики Кулычевы и Капустины жили на краях города в скатных избах, имея каждый по шести сыновей, много скота и урочищ. Старики гневались друг на друга, хорошо не зная из-за чего, говорят полсотни годов назад подрались Кулычева с Капустиной из-за куриного яйца. Окончив за день жневье или на покосе вечером, непременно садились каждый шестью сыновьями на коне и скакали по мокрой траве до брюха друг к дружке с разных сторон, сильно бронясь. А потом брали дубинки, сшибали друг друга дубинками сверху, обещаясь друг дружку искоренить. А осенью на свадьбах озорничали без разума, и трудно было соседям звать их, и отказать нельзя. Но однажды старого Кулычева свалил хмель посреди улицы, прибежали капустины, ребята схватили старика и сунули в студеную речку. А мороз был сильный, пока сыновья отыскали отца, примерзли отцовские сапоги ко льду, отчего пришлось в реке их так и оставить. Тут вот и подвернулся Терентий и в два дня сшил Кулычеву первые свои сапоги с двойным скрипом за восемь гривен на хозяйской коже. Увидала сапоги сваха Акелина, побежала к старику Капустина и говорит, что Кулычеву, мол, генеральский сын сапоги шьет. Досадно стал Капустина, приказал он сыновьям изловить на Кулычевском огороде генеральского сына, запереть в бане и предоставить шилой шкур, пусть шьет на всю семью сапоги с кисточками, а наградят без обиды. В бане Терентий и прожил всю зиму, а по весне кулычевские ребята баню подошгли, Терентия похитили, увезли на покос. Терентий ничему этому не препятствовал, переходил не споря, а деньги брал не стыдясь, а года через три открыл в переулке близ улицы свою лавочку, развесив на двери сапоги, козловые коты для девушек и простые бахилы. Потом сшил синий кафтан и присватывался к вдовушке. Вдова была она прочь, не прочь пойти за генеральского сына, но вдруг неизвестно почему заперся Терентий в своем домишке, заказы не удовлетворял, а когда за нуждой и появлялся на улице, смотрел сентябрем. Пошли догадки и вспомнили только, что до этого Терентий повадился на реке рыбу ловить. Но через рыбную ловлю отчаяться человеку нельзя, и была, стало быть, иная причина. Шли года. Прошло немало времени, Терентий не менялся, все такой же был хмурый, запойный временами, нелюдим, только открылся в нем талант, заговаривать гада есть живых пискарей. Горожане к нему, хотя и с опаской, но привыкли. И вдруг все разъяснилось сразу очень необыкновенно. До сих пор еще в проезжей, шатаясь по городу, идет человек и на дома смотрит, стало быть, жулик или проезжий. Много девятся, стоя перед лавкой Терентий, где над дверью на синей доске написано «Вухрой Терентий генералов». Слева нарисован генеральский сапог со шпорой, а направо голой с рыбьим хвостом девка. Кажется, чтобы нарисовать сапожнику на вывеске по своему ремеслу, шила, например, и молоток или теленка, с которого шкуру на шевра дерут. Ну и себя нарисуй в очках и с ремешком на лбу. Причем же девка? Но выходило, что очень причем в этой девке и была причина Терентьевского характера и вся его история, которая открылась через Игната Давыдовича Чмокина, исправника, царство ему небесное. Игнат Давыдович был мужчина великой тучности и двадцать лет пил вино. А потом сразу перешел на чай, сидя весь день около самовара и до того опился, что в грудях у него появилось молоко, подавишь и выльется. От этого и помер. До чай на этой полосе доливали Игната Давыдовича лютые черти. Несмотря на чинысправниками, дали черти глумились на дне по-своему. Игнат Давыдович пробовал против чертей и мундир надевать, и ногами на них топал, считая, что черти, как жители подземные, под какой землей живут, то власти должны повиноваться. А русские русской, английские англиканской, ничего не помогало. Как вечер лезет из-под лавки кукиш или хвост, схватишь, нет ничего. Или в темных синях чхнет в лицо, как кот, или вонь распустит по всему дому. На всякие штуки пускались черти, но во всем своем виде на глаза показываться ни один еще не смел. А Игнат Давыдович и этого ждал. Обращался он к бабам, к колдуну, но советы их не помогали. Намекали ему и на терентия. Прохудился одно время сапог у Игната Давыдовича. Послал он Десяцкого с бляхой за сапожником. Привел Десяцкий терентия. Игнат Давыдович снял сапог, затасковавшую ногу в шевсеном чулке потрогал. Десяцкому глазом показал выйти. Вон и говорит терентию. — Вот тут у меня сапог прохудился. Усовершенствовать можешь? — Все могу, — ответил терентий смело, потому что у него тоже был запой. Начинал его терентий с того, что нанимал коня и в кашемировой рубашке катался взад и вперед по улице, пел и плакал. Потом остервенялся и с топором кидался на всякого, кто останавливал терентия в переулке или по делу стучал в окно. А после всего желал терентий душевно разговаривать, но это ему не удавалось. То щека его начинала прыгать сама по себе, и все потешались. Или в середине разговора валился терентий куда не попал, вормача. У меня же все-таки душа человеческая. Не могу больше так жить. Слов этих никто не понимал. Терентия это еще хуже расстравляло. В таком именно расстройстве сидел он на полу перед Игнатом Давыдовичем, держа в руке сапог с дыркой. «Неужто все умеешь?» — спросил Игнат Давыдович. И тоскливо поглядел за окно. Стоял он в дворе зима, и в снегу трещали крещенские морозы. Под вечер народ гулял, катаясь вдоль улицы на ковровых санках с лентами на конской гриве и пестрой дуге. Под гулявшие бабенки в крытых шубах и желтых платках пели веселой песней в повалку, лежа в санях и махали бутылками. Малмолодцы задирали девушек, толкая в сугробы. Под окнами ходили старики, хрустя снегом. У всех щеки краснели, как клюква, и уже скрипели ворота. Принимая пригнанных с речки коров, солнце село. И, видя все это, Игнат Давыдович тяжело вздохнул. Народ гуляет, а я принужден маяться. Надоело очень, — сказал он. И застегнул на костяные пуговицы парусиновой с медалями халат, в которые можно было поместить трех десятников и писаря. — Помочь можно, — ответил Терентий, скосив глаза, спросил. — Угарно? — Страсть. Так все и ползет перед глазами. — Я сам понимаю. — Сделай милость Терентий. — Истреби их словом каким ты, — говорят, мастер. — Мастер, мастер. — А сам который год маюсь? — Что ты? — Вот вам что. — Сам себе их навязал, и не через вино, а через воду. — Как через воду? Но тут Терентий, сообразив, что проговорился, закрутил головой и смолк. Игнат Давыдович даже ногами на него затопал, потом повел носом, встал, упершись о сиденье, и сказал. — Пирог принеси. — Ну ладно, Терентий, скажу я тебе уважение, ведь ты все-таки генеральский сын. Идем со мной пирог есть. Голова у Терентий пошла кругом. Видано ли дело, у самого исправника пирог есть. Скочил он тотчас на ноги, отказался до трех раз и пошел вслед Игнату Давыдовичу из канцелярии, где они сапог примеряли в столовую. А в столовой от пирога шел такой приятный чад, что кроме пирога ничего не было видно. Исправник сел, расправил усы, показал Терентию на стол, отрезал угол у пирога и сказал. — Ну-с. — Эх, — молгал Терентий, — за рог дал. — Я вам скажу. С русалкой я живу девять лет, как с бабой. Игнат Давыдович... Давыдович только что раскрыл рот, поднеся к нему на вилке немалый кусок, но при этих словах поперхнулся, отодвинул стул и спросил, выкатив глаза. — Что ты? Потом раскрыл пошире, зажмурился и принялся смеяться так громко, что Терентий даже обиделся. — Смешно вам, Игнат Давыдович, — сказал он, — а я принужден после, как помру в реке жить. Это мне неудобно. Исправник отсмеялся, наконец перекрестил себе сосцы, приосанился и воскликнул. — Ах ты, мошенник! Как же ты без дозволения начальства с гадом столько лет живешь? Почему раньше не доложил? — Совестный Игнат Давыдович, разве бы я пил, если бы не совестно? — Где ж ты ее поймал? — Конечно, в реке, где они водятся, около пришивого камня, в еру, там их плавает, видимо-невидимо. — Слово на них знаешь? Какое слово? Сама навязалась. — Все-таки баба, значит. — Да. — Рыбу ловить я, большой охотник. Закинешь крючок с наживой в реку и жди вода, как пустая, глядь, и тащится со дна живая рыбина, даже руки трясутся. Так вот, плыву я этот раз под вечер на лодке, грибу и пою, а позади леса, леса тянется. Мастер я был тогда романса петь, дворянское, знаете, занятие, а к невежеству я еще не совсем привык. Вдруг дернула за лесу, и лодка встала. Не может быть, думаю, чтобы эта рыба крючок за корягу задел. Встал я на корму, лесу вокруг, а руки обмотал, руки обмотал, тяну и гляжу на дно, и вижу на дне вот эдакая рыбина хвостом повела. Повернулась и показала белое пузо. Обмер я. Левой рукой взял весло и стал к берегу подгребаться. А она видит, что хитрят. Как потянуло, я за лесой в воду и бухнулся. Вынырнул, а лодку отнесло. Поплыл я, стоя к берегу, а лесу крепко держу, боюсь только, чтобы рыба ноги не отъела. И совсем за куст ухватился, и уж коленку задрал, как принялась она меня под микитки да под мышки пальцами щекотать. Я за куст держусь, а сам хихи смеюсь, ха-ха, на всю реку. Даже слезы проступили страшно, понимаю, кто щекочет. Оглянулся и вижу, пальчики проворные по мне бегают. Вот-вот под воду иду, сил нет. Козел меня выручил, покойный бабушке лукерь, и любопытное было животное. Видит, человек барактается и не своим голосом кричит. Подбежал, встал под водой, рога опустил, да как топнет копытами. Русалка тут же и притихла. Боится она козлиного духа. Вылез я кое-как со страху. Лису за собой тяну, иду, тяну. Оглянулся, а над водой уж голова показалась. Такая красивая, брови подняла, рот, как у младенца. Потом и по грудь вышла, и на берег лезет. Крючок у нее в волос запутался и зовет тихонько. Не беги, Терентий, возьми меня к себе. А мне куда бежать? Как дурак стою перед ней, белые она волосы, как пепел. От колен рыбьи ноги, а за ушками красные жаберки, вроде сережек. Уходи, говорю ей. Ну, чтоб тебе нужно. Я не подводный житель. Очень ты мне понравился, отвечает, и руки сложила. Возьми меня к себе, как к жену, я буду покорна. Тут у меня, конечно, в глазах помутнение пошло. Поднял я камень, кинул в козла, чтобы перестал пугать. Сам кафтан скинул, русалку обхватил, прикрыл кафтаном. Она присунулась, будто кошка тихонькая. И в глаза глядит. И побежал я с ней, задам к себе. Игнат Давыдович со страхом слушал Терентия. На дворе давно настали потемки, молодежь разбежалась по домам. А в такой час, оборотний бог, притащится кто-нибудь под окно из речки с рыбьими ногами. Ну, как же ты вообще? Спросил Игнат Давыдович. И перед носом помахал пальцами. Вообще она, женщина, ответил Терентий, добрая, тихая. И жалеет меня нестерпимо. Только насчет пищи сырую рыбу ест. И меня к этому приучила. Жили мы очень хорошо. Раз я ей говорю. Что ж, мавочка, на тебе креста нет. Нет и нет, отвечает. Не нужно на ней, будешь приставать, заплачу. А я опять про свое. У тебя, говорю, ноги чертовы. Ну, видно ли дело на рыбий хвост башмаки приладить? Она смеется. Пошел я и напился. И понял всю свою низость. Пришел пьяный домой. Думаю, шиву ее. Брошу в реку. Душу свою освобожу. А мавочка мне и говорит. Ты ведь меня убить пришел. Меня убить нельзя. А ты лучше разгляди меня. И показывается. Бровки поднимает, повернется. То волосами вся прикроется, то примется за усы меня дергать и щекотать пальцем. Сел я на лавку и заплакал. Тут она мудрости меня начала учить. Да что мне в мудрости? Православный народ в царстве Божьем пойдет. А я в речку ихним царем сидеть. У них такой обычай. Состарица ихний царь. Посылают они русалку покрасивее к людям. Выбрать нового царя. А у них цари из людей. Никой, когда. Ты, значит, о превышении власти толкуешь. Ах, Шейлема, сказал на это Игнат Давыдович. Вот я тебя. А паспорт у твоей животины есть? Паспорта у нее действительно нет, не полагается, Игнат Давыдович. Теперь понимаю, отчего ко мне черти лезут, продолжал исправник. А раз в моем участке такое безобразие развелось. Конечно, всякий поверит, что с моего согласия эта гадость. Ах ты, Терентий, я еще... А еще я тебя пирогом накормил. Терентий принялся благодарить и кланяться. Игнат же Давыдович раздумывал. Оставить ему это дело. Не хотелось трепыхаться после пирога или нет. Как вдруг под столом в потемках вильнул ощипанный хвост. Игнат Давыдович быстро его схватил, посмотрел в ладонь. Нет ничего. Поднялся, приказал во весь голос. Веди меня к ней, властью приказывает. Повинуясь власти, повел Терентий Игната Давыдович к себе. По снегу вдоль улицы, над которой сходила ущербная луна. На синеватый снег из окошек лился теплый свет. И когда дурелая чья-нибудь голова, подняв запотелую раму, высовывалась, клубом вылетала из окошка пара веселый смех и топот танцующих девушек с кавалерами. — Ах, шельма распутный, погоди, пресеку это безобразие, — говорил Игнат Давыдович, держась за кушак Терентия, чтобы не свалиться. А ну-ка, избави бог, ревизия нагрянет. Что стану отвечать? В городе Содома бесовское действо. Терентий же завернул в переулок и, став у занесенной сугробом дверь, вынул ключик, отомкнул замок и сказался вздохом. — Пожалуйте, убедитесь. Игнат Давыдович, постучав оснеженными валенками, нагнул под низким косяком голову, вошел в избу и тотчас в смущении сел у дверей на стульчик. Посреди пола на белой кашме лежала подперев кулачком румяную щеку русалка, в другом кулачке она держала мышь. Длинная спина русалки светилась, как раковина, под светом лампы, в круге у потолка темные волосы, четыре косы лежали на круглых плечах и кашме, а рыбьи зеленые ступни похлопывали. Русалка подняла на исправника чернобромное лицо и, открыв зубы, засмеялась, отчего красные жаберки у нее за ушами оттопырились. — Совестно ушла бы за перегородку одеться, — сказал Терентий, стоя у печки с шапкой в руке. Русалка медленно поднялась, не стыдясь, подошла, переступая на лапках, к Игнату Давыдовичу засмеялась в круглое лицо с красными усами. Игнат Давыдович сам ухмыльнулся и бросил его в жар. — Оно как защекочет! — не дозволяется, — сказал он, — и вообще не указано насчет жительства. Бормоча так, Игнат Давыдович вынул из варежки руку и пальцем потрогал русалкину грудь. Русалка придвинулась и быстро пощекотала у него под бритым подбородком. Губы Угната Давыдовича размякли, он сложил их в трубку, норовя чмокнуть. На заплывшие глаза поползли веселые морщины, он уже до половины сполз со стула, стараясь ухватить ловкую девчонку, как вдруг ударил его Терентий по рукам и, заслонив русалку, красный злой воскликнул. — Не смей, не твое! Пожалуйте на улицу! — Ты от меня ударил? — спросил Игнат Давыдович. Русалка же опечалилась, глядя из-под лобья. Игнат Давыдович попятился к двери, Терентий напирал, сопя и косясь на топор. Тогда русалка схватила Терентия за руки и хотела покружить по избе. Но Терентий крикнул, — Не мешай! Не я! Так он сосвету живет! Толкнул русалку и нагнулся за топором. Русалка отлетела, погрутилась и вцепилась в халат Игнату Давыдовичу. А Игнат Давыдович пхнул ногой дверь и, подхватив русалку, с криком выбежал на улицу. За ними выскочила Терентий с топором над злостью, запутался в синях, А когда, прокидывая горшки и капки, завернул, наконец, скрипя зубами за угол на улицу, Вдалеке вдоль домов, по снегу, залитому лунным светом, в голубая когтень, неслась русалка. За ней поспешал исправник, стреляя из пистолета и крича, — Держи! Держи! Слыша выстрелы и крики, кинулся веселый народ к окнам, увидел завертывавшего к реке исправника и Терентия с топором. И, так как в городе подобного никогда не случалось, повалил народ из теплых ист на мороз и на речку тесной толпой. Когда же прибежали на речку, все увидели на льду около проруби исправника, который, раскинув шубу, глядел в черную воду, А напротив сидел Терентий, крутил головой и на взрыв плакал, не вытираясь. Оба до того были пьяны, что их взяли подруги и развели по домам. Исправник спал полторы сутки, крича во сне, колотя вокруг себя кулаками, а когда проснулся, вышел на площадь и всенародно объявил, Что видел черта в образе бабы, гнался до реки. А баба нырнула смело в прорубь, и оттуда был голос — Не пей! Так Игнат Давыдович закаялся, заказав молебен, велел лавочнику доставить к себе на дом трехведерный самовар, Чаю, цыбик, голову, сахару, а постом — изюм. Что из этого вышло, уже сказано. А Терентий долго не показывался на улицу, соседи слышали по ночам, как он был, Словно пес в опустелом доме и тосковал до тех пор, пока душу не отвел, Написав синюю вывеску с русалкой и сапогом. Так вот, что случилось в нашем городке в даннее время. Жители верят этой истории. И как же не верить, когда каждый день проходит с ведерком и удочками на реку Терентий, Темный, как туча, и, сидя на берегу, поет не своим голосом, сердце надрывает. А заезжие смеются нашему рассказу. Ну, да теперь надо всем смеются. А веры ни у кого нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...